13.05 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Марина Сазонтова, вице-спикер УЗС. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день. Спасибо вам, что пришли. Я бы хотела начать, наверное, с федеральной новости, потому что накануне их было очень много и много есть что обсудить. Вот в том числе накануне правительство России понизило прожиточный минимум, мотивируя это снижением темпов инфляции. Стоимость потребительской корзины снизилась вроде бы ненамного, на 221 рубль, но тем не менее. Вот прокомментируйте, пожалуйста, такие действия федеральной власти. Ну вы знаете, прокомментировать, конечно, действия можно федеральной власти, но к ней гораздо больше. Их невозможно понять, когда наше правительство заявляет, что у нас все социальные гарантии сохраняются, а на местах мы видим, что как раз идет сокращение этих социальных гарантий. И под любым благовидным предлогом. Те же ограничения по полуторному прожиточному минимуму при предоставлении льгот, кто их имел на проезд в общественном транспорте, в пригородном железнодорожном. И все это у нас объясняется экономией бюджета. Что денег нет, дефицитный бюджет. Все это очень сложно. Но вы знаете, когда у нас есть огромные средства, которые уходят за границу бесконечно, в те же облигации США, или вывозятся, так сказать, в офшорные зоны и так далее. Когда у нас зашел бы разговор о том, что если по-хозяйски наполнять этот бюджет, не потребовалось бы ни снижать, ни, так сказать, ограничивать предоставление этих льгот. А что вы имеете в виду, говоря, по-хозяйски наполнять бюджет? Хорошо. Давайте вот мы с вами так подумаем. У нас с вами сегодня природные ресурсы, о которых мы говорим очень много. Подсчет есть, какой объем доставляется. Вот из 20 триллионов рублей, которые дают нам природные ресурсы, в бюджет мы с вами получаем, как вы думаете, сколько? Покомментировать. 8 триллионов. Где остальные деньги? Это речь о триллионах рублей идет. Поэтому, если нам вернуться, например, к такому показателю, и много мы говорим о монополии на спиртоводочную продукцию, если в царское время, могу немножко ошибиться, вот даже взяла с собой запись, если что заглянуть, но кому-то будет очень интересно, могу сказать, источник, где-то до 22 рублей в советское время, по-моему, до 35 рублей, они поступали в бюджет страны. Как вы думаете, сколько сейчас? 2 рубля. 20 копеек. Вот когда мы говорим о хозяйском, так сказать, распоряжении нашим бюджетом, и вот наша фракция КПРФ, это и в Госдуме везде, с самого начала уже десятилетия говорим, где деньги лежат, и как их нужно использовать в интересах большинства. А когда сегодня государство, правительство, я имею в виду, выходят с инициативой, где взять деньги, а давайте распродадим остальные акции, таких как РЖД. Госкорпорации, да? Да, госкорпорации. Оказывается, это главный источник, а у меня, например, впечатление, что, как сказать, расхватать остатки госсобственности, которые у нас есть. Вот это как раз предложение, которое мы до хозяйски бы был подход, когда государственные корпорации работали бы в интересах всего государства и всего населения нашей страны. А когда у нас начинается выискивать, хорошо, давайте прожиточный минимум, ну, пройдите по магазинам и посмотрите. Я, к сожалению, такой статистикой раньше не так занималась скрупулезно. А вот после смерти мужа я завела просто блокнотик мне на пенсию, хватит или нет, и у меня буквально на глазах, вот как растут цены на самые обычные товары, сметана или молоко, что я покупаю, хлеб. И когда цены вырастают, там, хлеб мультизерновой, или как он называется, за небольшой период чуть ли не в два раза вырастает, вот надо нам на что ориентироваться, кто что покупает, то, что для здоровья полезно, и как эти цены растут, или самый минимальный. Поэтому я не могу согласиться, вот когда у нас прожиточный минимум, это у нас сразу понижаются и все остальные, то есть как... Ну, к этому показателю много что привязано. Да, очень много привязано, поэтому мы теряем. И есть другой вопрос, когда вот мы выходили с инициативой о том, что у нас сегодня минимальный размер оплаты труда меньше, чем прожиточный минимум. Он сегодня вот там, видимо, еще уменьшаться. Вот это парадоксальное, хотя все экономисты, будем ученые, которые вот мы встречались на Орловском экономическом форуме, они говорили о том, что снижение всякого то, что идет, зарплат, других там пособий, оно как раз влечет к снижению развития экономики. Потому что чем больше средств у людей, они больше могут вкладывать, приобретать, строительство. То есть во все сферы, в которых они заинтересованы. Когда мы все это сжимаем, мы, в общем-то, искусственно сдерживаем и развитие экономики. Поэтому, кроме как отрицательно, я к этому никак отнестись не могу. Видимо, и сама вот эта и корзина, ее нужно тоже пересматривать, насколько, так сказать, она соответствует нормальному существованию человека. Помните, кто-то показал из чиновников, не помню, в какой-то области, он решил прожить вот на этот минимум, который мы указали. Он выдержал полторы недели и потом отказался, потеряв, по-моему, в весе 15 килограммов. Но, может быть, нам всем надо через это пройти, чтобы понять, каков этот прожиточный минимум и чему он соответствует. Ну вот по официальным данным Росстата, например, взять 2015 год, индекс потребительских цен в России за 2015 год вырос на 14%. И вот при таких условиях вообще непонятно, как могла снизиться цена потребительской корзины. То есть как это вообще в принципе возможно? Да, это, наверное, вопрос нужно задавать нашему правительству в России, чтобы они попытались. Но, вот знаете, с женской логикой я это не могу ни понять, ни объяснить, почему так происходит. И когда далее говорят о том, что сегодня покупательская способность, если мы говорим, вот человек пришел в магазин, и сколько он средств потратил, ну продуктовые, наверное, в основном, да, буду смотреть. В обычном магазине я вижу, как порой люди лишнее выкладывают. Это я уж лучше попозже куплю, мне вот я уже выхожу за некий лимит. Если бы раньше он мог взять там два пакета молока или там пакет, пачку масла. Сегодня уже вот люди начинают смотреть, как он выкладывается или в какой-то минимум. Наверное, над этим тоже нужно смотреть. И его ограничения идут не от того, что они стали, как сказать... Тоже решили проэкспериментировать, получится ли прожить. Да, что-то экспериментировать, а скорее всего, да, это вынуждает их экономить на собственном питании. Ну вот знаете, исследовательский холдинг Ромир, я, собственно, хочу подтвердить то, о чем вы говорили, недавно провел исследование суммы среднего чека за февраль. И это уже официальные выводы, не наши с вами, а специалистов этого холдинга о том, что россияне экономят. И средний чек в феврале 2016 года 499 рублей потратил россиянин за один поход в магазин. И тенденция, в принципе, ясна. Люди действительно стали экономить на продуктах. Вот при таком раскладе, по вашему мнению, что нас дальше ждет? Нас ждет все больше, наверное, усиливающие требования отправить в отставку правительства Российской Федерации, которые не способны сегодня развивать экономику. Вы имеете в виду правительство во главе с Дмитрием Медведевым или всех, включая действующего президента? Я имею в виду пока председателя правительства Российской Федерации и в составе, кто входит в это правительство. Потому что спрос и к президенту, наверное, тоже, потому что по его внешнеэкономическим действиям это одно, а то, что мы не видим каких-то реальных изменений в нашей экономике, к нему тоже есть претензии. Но спрос пока. Спрос пока. И вот по заявлению, которое делает председатель правительства России у нас, кстати, председатель правительства России, он же руководитель фракции, вернее, не фракции, а партии «Единая Россия». И ко мне вот сегодня пришли, даже это люди и не знают. Поэтому, когда мы эти претензии предъявляем, они не голословны, они очень конкретны. И не знать действительного положения... Давайте приведем факт. После того, я уже говорила, как-то, выступая в особом мнении, после того, как был утвержден федеральный бюджет, региональный бюджет, муниципальный на уровне городов, как Киров и в районах области, вдруг появляется инициатива, о которой мы, наша фракция КПРФ, еще 4 года назад говорила, что с этим капремонтом невозможно вот так со всех сбирать, и нужно сначала разработать и другую программу поддержки. Появляется предложение Медведева о том, что нужно льготы предоставить инвалидам, людям старше 80-70 лет, на одинокопроживающим, после утвержденных уже всех бюджетов. И когда у нас 18 февраля докладывают, что да, у нас вот такой закон принят, сразу в двух чтениях, и мы спрашиваем, а где деньги? А на это нужно 39 миллионов. Нам отвечают, найдем. Вот почему на одно вдруг находится по такой вот команде, а когда мы говорим о том, что нужно пособие проиндексировать там детям, поддержать тех же 18-летним, которые вот исполнились, то есть у нас мы не можем выйти из законодательной инициативы, если мы не приставим финансово-экономическое обоснование, а где деньги взять. И нам сразу же отказывают, нет средств, дефицитный бюджет. И когда вот тут махом вдруг говорят, Анна, идем, тогда возникает где-то лежит кубышка, из которой вот можно бесконечно брать на нужный или удобный, или в предвыборный год действия. Ну вы вот вначале сказали про триллионы. Может там и лежит кубышка? Я тоже думаю. Так нет, это же не секрет. Это всегда везде заявляется. Когда десятки миллиардов у нас долларов уходят на облигации США и фонды, фактически мы инвестируем. А где же политика, когда мы сегодня под красивым лозунгом поддержки экономики, промышленных предприятий, даем банкам огромные средства на то, чтобы они якобы под льготные проценты давали их на развитие производства. Без оборотных средств, к сожалению, очень трудно производство запускать и выдавать продукцию. И куда эти деньги уходят? Фактически поддерживают банковскую систему. А им под такие же грабительские проценты дают кредит. Вот это еще одна огромная, как сказать, кубышка, где деньги лежат. Почему и давать напрямую тем предприятиям, которые действительно нужны, которые уникальны, как наш Маштройзавод 1 мая, единственная на страну, выпускающая железнодорожные краны. Это уже как монополия, не монополия, но это уже государственная должна быть заинтересованность при нашей протяженности железной дороги, все, что на них находится. Так что деньги, мы никогда не говорим, что хотим это, хотим то. Мы всегда говорим, где эти деньги взять и как. Я уж не говорю о подоходном налоге, который во всех странах прогрессивный. Идет, чем больше человек получает, тем больше он должен наносить средства. Второй вопрос, когда мы говорим, вот я посмотрела, когда бюджет страны рассматривался, там увеличение почти на полтриллиона. Начинаю смотреть ЖКХ минус, культура минус, здравоохранение минус, образование минус. Думаю, так за счет чего же у нас будет расти? Оказывается, за счет налогов. А какие налоги? У нас вот этот НДС, которым очень многие носятся, который очень многие пользуются, злоупотребляя этим. Сколько у нас дел было именно то, что там возмещение НДС? Да, да, да. То есть мы просто сами кидаем, так сказать, косточку, которую начинают кидаться, а потом изображаем, что какие проблемы. Так во многих странах нет этого НДС. Поэтому здесь надо рассматривать еще один налог. Как можно брать, я вот и на экономическом форуме тоже говорила об этом, Болдырево, там много было интересных и толковых людей. Как можно брать налог с того, что доход не приносит? Вот мы живем в квартире двухкомнатной, вчетвером, смежные комнаты. Мы несем только одни расходы по текущим платежам, по капитальному ремонту, еще то, что требуется на ремонт, квартиры. Но никакого дохода с этого не получаем. Где логика? И вот когда у нас сегодня этот налог, а ведь он тоже хитрый, вот он в 2016 году будет начислен, мы получим эти квитанции в 2017 году после выборов. Это будет еще у многих шок, потому что, как сказали, пусть дом старый, но в центре города много там инфраструктуры, все удобно, кадастровая стоимость будет выше. За что мы будем платить, за что с нас будут сдирать этот налог? И вот когда будет государство такими методами наполнять такой бюджет, изображая, что он дефицитный, это нужно только двойку ставить за такое хозяйствование. Ну хорошо, вот смотрите, вы сами говорите, да, отвечают, у нас дефицит на бюджет, и вроде как бы на нет, и суда нет, да. Понятно, скажите, откуда взять денег? Все понимают, что в бюджете дефицит, денег нет, и взять ниоткуда. Ну вот, какой путь решения вопроса этого существует, по вашему мнению? Кубышку эту распечатать и всем отдать? Ну, вот как это должно быть организовано правильно? Нет, я про кубышку вот как раз и сделала ставку на то, что, во-первых, природные ресурсы должны работать на всю страну, не то что всем раздавать. Ну то есть перечислять эти деньги в бюджет вы имеете? Безусловно, они сегодня идут мимо бюджета, их вывозят за пределы России, то есть утечка у нас капитала продолжается и очень активная. Это раз, то что природное. Во-вторых, ставка, когда мы сегодня крупнейшее промышленное предприятие, видим, как их банкротят и их губят, и вместо ей на этом ценофоне говорят, что мы должны уйти, значит, импортозамещение себе обеспечить, значит, санкции. Ну, извините, если ты хозяйственник, что нужно было дожидаться санкций или развивать свое производство? Что вы говорите о импортозамещении? Нет, но есть уже конкретные примеры. Когда Польша попала на отверточное производство, и когда где-то там начались у них, как сказать, телодвижения не очень удобные Запада, им это обрезали. И чем им было заниматься? Они все на комплектующих, вот это отверточное производство, и их очень хорошо подсадили на жесткий, так сказать, поводок. Мы это видели, почему нужно было на собственные грабли. Когда мы сегодня говорим об использовании муниципальной собственности, какие-то льготы, давайте смотреть, и насколько эффективно используются эти льготы, которые предоставляются, это одно пополнение бюджета. Когда мы говорим о том, что у нас сегодня на площадке очень много промпарков, и 509 уже миллионов, которые уже, знаете, притчевоязыцах стали, они с промпарком Вятские поляны, не сделав одно Слободино, и тоже масса проблем. Хорошо, как приходят инвесторы, у нас нет за ними жесткого контроля. Они могут годами не выполнять условий, которые они прописаны, а им выписан лес, который фактически за бесценок участки. Но к нам, по-моему, инвесторы в очередь не стоят в регионах. Ну, а давайте посмотрим, стоят ли в другие регионы. Какие условия, какие инвесторы приходят? Если он приходит серьезный, вот сейчас инвестор, насколько это будет серьезно или нет, по утилизации и переработке отходов. Да, разрабатывается схема, она фактически есть, установка, чтобы это мусорстанции, и перерабатывающие, и собирающие, и затем наладить производство. И те, кто этим действительно производством хочет заняться, они построят очередной развлекательный какой-то торговый центр, и имея преференции, и там льготы, как мы посмотрели по некоторым этим развлекательным центрам. Поэтому нужно уметь считать всем. Это должно быть достаточно эффективное использование. А когда мы видим только одни намерения, но из них сыт не будешь, экономика она требует. Почему не поддерживать? И вот сегодня, какие факты мы приводим? По стране около 200 так называемых уже народных предприятий, где акции у работающих на этих предприятиях. И вот есть такой сельскохозяйственный кооператив, его можно колхоз назвать, московский, да, где средняя зарплата около 70 тысяч. И это не потому, что кто-то хочет красивые цифры перерисовать, это потому, что получаемая прибыль, и то, что заработали, распределяется между всеми членами. Того предприятия, организации. Давайте вот если в советское время была, будем говорить, ведомость на получение зарплаты, и каждый видел, кто сколько получает. Сейчас все выдается индивидуально. И это тоже одним из злоупотреблений, потому что когда разница между получаемой зарплатой руководителя, она отличается в 20, там некоторые говорят, до сотен раз. Это разве нормально? Это хозяйственный руководитель? А сказать, что руководитель так поработал в тысячу раз лучше, чем его токарь, который у станка стоял? Я понимаю разная ответственность. Ну, наверное, разная ответственность. Но, по крайней мере, она не должна в десятки раз отличаться одно от другого. Что этот работает 8 часов, а тот, получается, день насыщен сверху и так далее. И эта работа тоже в советское время у нас токарь и расточники, там 6-й разряд, предположим, они получали больше директора завода, потому что это был золотой, так сказать, несущий, единственный кадр, который так выполнял эти все работы. То есть нужно оценивать. Дайте про госсобственность вас спрошу. Вопрос с нашего сайта от Александра. Можно ли выйти из сегодняшнего кризиса, распродав остатки госсобственности? И чем, по вашему мнению, наша область закроет дыры в бюджете? Ну и поставить крест на области и на всем. Давайте все распродадим. Кому это попадет и как это будет эффективно использоваться. По МАЖДРО заводу 1 мая, например, когда предыдущий директор очень активно собирал эти акции, говорят, что это будет эффективное производство. И сегодня мы видим обанкроченное предприятие, которое обанкротит и фактически идет, ну не знаю, дай бог, если сохранить цену. Поэтому, когда говорят, что эффективный, вот все мы распродадим, мы уже видим, как Чубайс там распродадал, мы видим, как РЖД раздробили его на куски. Поэтому эффективно работающий, он как раз смотрит, как эффективно использовать то, что у него есть. Распродажа, я привожу классический пример. То есть вы против приватизации массовой? Конечно. Она не должна быть никакой ни массовой, ни компанейской. Это когда у тебя, ну не знаю, какой-то там полуподвал или там еще в доме что-то очень пустое, ты не знаешь, как использовать. И то, кому ты продаешь? Как у нас говорили, землю, давайте, вот Орловские, да, даже в фильме Лешкин лук. Что отдайте я, значит, там Танюшка, Лешка, Надюшка, значит, у меня будут работать. Где они сейчас, его дети? Потому что кто захочет, и ты за своих внуков как отвечаешь, захотят ли они без выходных работать в таком фермерском хозяйстве? Вот ты можешь, хочешь, и флаг тебе в руки, работай, предоставьте такую возможность. Надо ли обязательно продавать? Это то же самое. Вот нет денег, давайте корову продадим. Продали корову, остались вообще без питания и, так сказать, средств. А почему не, так сказать, не использовать или в аренду сдать? Ну, по крайней мере, ты будешь знать, у тебя всегда в запасе, что это твой резерв. Как-то ты можешь, придет тот же какой-то инвестор, ты ему можешь более выгодно сдать это в аренду, и все получат от этого только положительный эффект. А так раскидываться и продавать, вы знаете, вот какой привели цифру, тоже на экономическом форме. Я не хочу сейчас соврать, потому что цифра очень положительная. Вот у нас, значит, за 25 лет, если оценить всю собственность, которую распродали, 100%, распроданную, ее продали всего лишь за 3% их стоимости реально. Вот это массовка в приватизации. Поэтому, когда мы должны, как экономисты, считать, выгодно это или не выгодно, это должно быть не выгодно для твоего кармана или какого-то сиюминутного обогащения, а именно с точки зрения на перспективу. Для этого там бизнес-план или еще что-то создается. А у нас, а давайте продадим, а давайте бросим, что будет. А что дальше, может, меня не будет. Марина Сергеевна, скажите, пожалуйста, успели ли вы изучить антикризисный план правительства? Вы знаете, в антикризисном плане правительства, ну, вот когда отдельные выборки дали, в том числе и продать, там, РЖД, приватизацию акций, ну, то, что там содержится положительного, это выписано из программы КПРФ. Развивайте там поддержку, ну, как, например, поддержка крупных промышленных предприятий, вот какие-то, знаете, создание рабочих мест. Но, извините, у нас об этом еще сказано, я сейчас могу ошибиться, 25 тысяч там, или еще сколько-то дополнителей. У нас-то все прожекты, которые не выполняются. Вот эта антикризисная программа, мы уже 25 лет практически в этом кризисе. Мы сидели на нефтяной вот этой игле, которая нам позволяла там что-то изображать, эффективность, а ее не было в самом начале. И бесконечно, когда вот нам это перерезали, так сказать, источник дохода, мы сейчас бросаемся в эту антикризисную программу. А вот вы сами сказали про деньги банкам, я, к сожалению, не успела прочитать всю антикризисную программу, там 60 страниц, поэтому я выборочно там о том, что зацепила. Вот в 2015 году основные деньги как раз выделялись банкам, в этом году вроде как регионам, но по факту деньги тоже получат банки, потому что регионы, собственно, погасят кредиты. Кредиты, взятые у банков. Да, кредиты, взятые у банков. Под большие проценты. Конечно же, да. То есть, опять же, поддержка банковской системы. Вы сами об этом уже сказали, да, что поддерживают банки, а не реальный сектор экономики. Об этом говорят многие эксперты. Ну, почему так происходит, если столько людей это понимают? Ну, мы с вами, наверное, можем только предполагать. Я не могу сейчас ни следственный комитет, ни какие-то там уголовные дела или нет. Но если идет поддержка очень определенной сферы, да, в нашем сфере... То есть, это политическое решение какое-то? Ну, я думаю, что скорее лоббирование и помощь тем, кто с этого что-то, наверное, имеет. Потому что какая забота о банках вдруг у нас с вами? Вот у вас есть такая сейчас забота о банке каком-нибудь? Ну, если бы у меня не жали там деньги, наверное, я бы думала о том, а в каком состоянии находится этот банк. Ну, так как у меня они лежат, я не думаю. Ну, я думаю, это у большинства. Потому что сегодня, к сожалению, наверное, многие, если и держат там что-то у себя, на какой-то резерв, ну, не думаю, что это какие-то большие средства. А вот те, кто держит средства у себя в больших банках, а чаще, может быть, имеют акции и дивиденды, они в этом заинтересованы. И мне всегда нравилась политика Лукашенко, и нравится, когда он сказал, что в госструктурах не будет работать ни один бизнесмен. У тебя получается бизнес, работай в бизнесе. Но из бизнеса никого в правительственной структуре он не берет. Потому что человек не должен быть связан с бизнесом. Он должен совершенно объективно оценивать интересы и развитие экономики и так далее. И я думаю, это правильно. Ну, а вам не кажется, что у бизнеса более эффективный подход ко всем процессам? Ну, за счет своих личных карманов, в первую очередь, это может быть, да. Нет, я имею в виду, что... Потому что бизнес сегодня, я вот так жестко говорю, да, сегодня бизнес, когда говорят, что это эффективный собственник, правильно, в большинстве своем, который должен себя обеспечить, себе капитал, затем, может быть, у него какие-то, будем так говорить, меценатства там или еще что-то появится для какой-то доли. Но когда мы говорим в целом о том... Это у нас примеры. Вот Маш-2-й завод 1 мая. Сколько у нас еще в частной собственности, которые находились в предприятии? Где они сейчас? И Крин там можно называть. Я просто не хочу сейчас занимать время. И это мой бизнес, это бизнес. И какой? Поэтому нельзя все равнять одно к одному. Но если у тебя идет бизнес и получается, я говорю, флаг в руки, работай, молодец, потому что есть и примеры хорошие, когда человек умеет наладить производство. Пожалуйста, бизнес тот же вот сельскохозяйственный, как я говорю, московский, где 70 тысяч зарплата у операторов машинного доения, у трактористов, механизаторов. Где кто может у нас похвастаться? Многие такие. Потому что, да, поэтому надо всегда рассматривать, как работает предприятие, начиная от оценки зарплаты не средней по больнице, как у нас, к сожалению. Говорим, в области почти там за 20 тысяч средняя зарплата. А когда я прихожу в детские сады, у них сегодня урезали там до 6-7 тысяч, что я бог, если вот чуть-чуть попадает. Это средняя зарплата, и как они воспринимают эти цифры. Поэтому бизнес, это очень сложная, нужная структура, ее надо рассматривать. Но когда впереди у некоторых идет собственное обогащение, это не на пользу никому. Нам нужно сейчас прерваться. У нас реклама. Я напомню, что это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера ОЗС. Сейчас мы уйдем ненадолго и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир на 101.fm программы «Особые мнения». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня все так же Марина Сергеевна Сазонтова, вице-спикер ОЗС. Марина Сергеевна, давайте вторую часть нашей программы начнем с вашей законодательной инициативы о запрете продажи спиртного в заведениях общепита, которые находятся на первых этажах жилых домов после 11 вечера. Правильно я излагаю? Ну, и в токолих этажах, и в подвальных, да. В жилых домах? В жилых домах. В чем логика? Вот давайте пойдем сначала. Причина следственной связи. Я не отношусь к тем депутатам, как вот есть там, язык Екатеринбурга его упоминают, видно, других у него проблем нет, как он выступил с инициативой запретить употребление чеснока в общественных местах. У меня, к счастью или к несчастью, очень много обращений от избирателей. И не только по моему округу, потому что в законодательном собрании и таких обращений достаточно много. Из Нововятского района, из Кирова, из моего округа о том, что люди просто не могут нормально существовать в своих домах, где они являются собственниками, и где разместились так называемые точки общепита. Их можно назвать бывшими рюмочными, как угодно. Сейчас их красиво обозвали кафе, круглосуточно работающие, в которых понятно, что люди не совсем адекватно ведут себя после того, как там долго, порой, находятся в этих заведениях. И меня просили, чтобы помогить они уже ни с полицией, ни с какими другими средствами, уже не могут справиться с теми нарушениями, которые там происходят. То есть это круглосуточно работающие учреждения. И что еще интересно, этих собственников жилых помещений никто не спросил, не согласовал с ними право или разрешение на размещение таких точек общепита. Они там сами по себе появились. Разрешение я таких, по крайней мере, жильцы говорили, никто не согласовывал. И вот в пример, когда мы начинали обсуждать, в Порошино те, у кого там коттеджи, очень возмущаются, когда в выходные там играет громкая музыка, что им в выходные невозможно отдохнуть даже днем, да? Они круглосуточно работающим. А эти люди, о которых я говорю, живут постоянно в этих домах и не два дня в неделю, а всю жизнь. Поэтому, когда я, именно по просьбе этих избирателей, стали рассматривать вопрос и первоначально выходила, я от этой идеи не отказываюсь и буду продолжать. Запретить круглосуточно работающие вот эти кафе, люди их называют сбегаловками. Почему? Понятно, что хотя бы ограничение до 23 часов, там у нас как действует, да, там, закон о тишине, который пока не приедет, но ограничение по шуму есть. И оказывается, мы с вами, живущие в своем городе, там, поселке или где, не имеем права определять режим работы точек общепита. Вам это нравится? Но не самое... Только Киров. Например, когда Красноярская городская дума приняла такое решение, они проиграли этот суд. В Татарстане, когда тоже... То есть, это проблема, как вы чувствуете, не только города Кирова или Кировской области. Они тоже проиграли суд, потому что не имели права ограничивать режим работы, устанавливать режим где-то этих точек общепита. Ну, хотя бы что-то сделать. То есть, следующий шаг, как раз и по предложению правового управления, искали мы какие-то варианты, хотя бы ограничить продажу спиртного в этих круглосуточно работающих точках общепита. И в процессе еще, вот и на предыдущем, я предлагаю в первом пока чтении, и уже есть поправки и предложения, чтобы это касалось помещений, которые в основном-то находятся в бывших жилых помещениях, которые переведены в нежилые, в этих многоквартирных домах, и исключить помещения, которые так называемые встроенно-пристроенные, изначально предполагались, может быть, для кафе и так далее, и уже по рангу более высокими. И в том числе, вот буквально вчера, я говорю, давайте мы исключим рестораны, потому что рестораны не доставляют столько проблем жильцам, это и вынесено, это и культура обращений, и в основном они за своей репутацией следят, чтобы не было никаких инцидентов у них около и в самих этих ресторанах, и около них. Так вот, мне сначала сказали, как вы разграничите не кафе там, а рестораны? Ну, во-первых, категория ресторанов, вот сейчас технологически есть, когда можно это определить, то есть рестораны исключить и встроенно-пристроенные, это уже предложение по ходу. А вот эти забегаловки, я еще раз говорю, это термин, с которым ко мне приходят наши жители, вот этих многоквартирных домов, безусловно, не должны работать в ночное время, не создавать, вернее, не создавать отсутствие парадоксальных условий для нормального проживания. Марина Сергеевна, а Вы подсчитывали, сколько всего в Кирове этих так называемых забегаловок? Дело в том, что сегодня у нас в общей сложности там называют 154, но это с учетом всех ресторанов и кафе. А вот когда речь идет как раз о небольших, которые находятся в самих зданиях, вот этих многоквартирных домов, их, конечно, гораздо меньше. И когда мне тут пытаются сказать, ну вообще парадоксальное, конечно, я это привожу, цитирую, и во многих коллективах сегодня встречаюсь, там в детских садах, в школах, или нет, меня поддерживают целиком. Нет ни одного, кто бы сказал, что у Вас нормальное предложение, и Вас надо поддерживать, да? А когда мне приводят факты, что там где-то при опросе 96, я спрашиваю, на кого Вы опрашивали? И когда те, кто возражают против моих предложений, я им предлагаю, а Вы давайте съездите на собрание тех жильцов домов, где находятся вот эти точки, пообщайтесь с этими жильцами. Каково будет Ваше мнение? Когда мне предлагают, что вот есть у нас защита предпринимателей и вот таких недобросовестных владельцев, этих кафешек, значит, там, и баров, что мы будем с ними работать. Ну, а где раньше-то Вы были? Нет, ну вот я об этом же хочу Вас спросить. Это же все предприниматели. Да, пусть у них небольшая там круглосуточная забегаловка, но это ведь все предприниматели. Это их обороты, это в конечном итоге деньги в бюджет. Иллюзии здесь не надо питать. Какие деньги, сколько попадает в бюджет, это большой вопрос, потому что как раз в этих точках, я не буду сейчас, просто не имею права называть, изымают контрафактную водку, где она продается в обычное время, но контрафакт на обследование направляют и идут. Второе, когда мы говорим, кто-то мне попытался, что я, оказывается, чуть ли не 8 тысяч человек сокращу, вот предлагая это такой закон, да, ну, не знаю, мечтать не вредно, а когда мне еще пытаются предъявить претензию, что мой закон повлияет на привлекательность для туристов Кировской области, становится совсем смешно, выходят в Кировскую область, едут, чтобы по таким ночным забегаловкам сидеть, проводить время, ну, то есть приводят и притягивают за уши такие аргументы, которые таковыми быть не могут. Я готова... То есть вы считаете, что эти предприниматели там не платят деньги в бюджет, уходят от налогов или... Я говорю о том, что нарушений там достаточно. Я прохожу мимо так называемого кафе «Богатырь», который на Октябрьском 105-е, просто изумляюсь, какое количество у нас кофеманов в городе Кирове, которые заходят в кафе, работающие с 7 часов, но они туда заходят сразу после 6 практически, и выходят весьма довольные. То есть нарушается режим работы этих кафе, который официально указан. Можно посмотреть, наверное, по другим нарушениям, что там продают в 6 утра. Поэтому нарушений, и когда вот я с сотрудниками полиции говорю, понятно, они не могут там постоянно находиться, чтобы наблюдать, чтобы был порядок, чтобы там не наливали, что не нужно, или, так сказать, не дрались, когда они оттуда выходят. И еще второй, и какой уж там последующий момент, я не говорю о жестком. Безусловно, должен быть какой-то переходный период на то, чтобы эти точки могли были закрыты. Или, по крайней мере, нет. Если их не устраивает, что и в ночное время это оказывается их основной доход. Но когда мне говорят, что это сделано для культуры питья, куда делись те рюмочные, которые вводились для культуры питья, и во что они приходили, так сказать, обходились, и как нам приходилось с детьми, там с внуками обходить вот эти точки подальше, да, мимо, около этих рюмочных. Так что культура питья, она начинается, да, с запрета. В данном случае можно похвалить и губернатора нашего Никиту Юрьевича, когда, помните, ограничение по пиву? Это как саркастично, иронично и прочие воспринимали это. Но сегодня действительно в руках молодежи, насколько меньше мы видим в руках, даже в пакетиках, эти бутылки с пивом. Но если я правильно поняла, вот конкретно ваша инициатива, она не антиалкогольная? Скорее, не антиалкогольная. Она как раз за то, чтобы обеспечить благоприятную среду обитания жильцов, которые постоянно живут, а не тут. А не то, что кто-то к ним пришел и, так сказать, гости там побуянили где-то сверху. Это постоянно раздражитель для всех. А ваши коллеги по фракции, по ОЗС вас поддерживают или пока вы сталкиваетесь с раздражениями? Вы знаете, очень по-разному. И когда мне чуть ли не идиотскими называют мои предложения, не стесняясь, да, надо смотреть, а у кого они спрашивали это мнение. Понимаете, вот меня это всегда поражает, когда мы живем здесь и не можем сами себе нормальную среду обитания, жития своего обеспечить. Во всех нормальных зарубежных странах, если кто-то бывал, посмотрите, круглосуточно работающих в жилых зданиях нету таких точек общепита. Если это ресторан или еще, они выносятся. Вот мы недавно были в Орле. Там между домами построены, по-моему, двух- или трех-этажные кубы, в которых находятся эти точки общепита и нормально существуют. Марина Сергеевна, к сожалению, нам пора заканчивать. У нас закончилось эфирное время. Я благодарю вас за разговор. Это было особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикер ОЗС. Спасибо вам за эфир. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.